шалом есть такая заповедь помнить о святости шаббата поэтому делаем кедуш в начале шаббата но в конце шаббата тоже нужно разделить между шаббатным днем и будничным днем поэтому делаем авдала авдала то есть мы разделяем между шаббатом и не шаббатом это же включает себя включается заповедь о помнить субботы шал закончился обычно душа какая такая легкая грусть волнение наплывают разные что же будет как будет тяжелой недели предстоит много делал хлопот и по этой мудрецы постановили перед авдалой перед вот этому проход на то что мы говорим авдала они поставили несколько псуким которые нас должны подбодрить из псуким которые дают нам уверенность в завтрашнем дне провели вид как мебель и чего даже поставил такое вот тоже говорите вы такая с гуля просить за себя за детей за зависит израиля чтобы нашим нас любили чтобы любили ашема то очень особенное время мудрецы шаббат мудрецы шаббат исход субботы мудрецы шаббат с одной стороны закончился шаббат с другой стороны начинается новая неделя из такое выражение околю лех охара от хала все идет за началом то есть как все начнется так все и будет так вот сейчас начинается неделя вышел шаббат сейчас начало новой недели как мы начнем неделю так будет вся неделя и другого выражения тоже что колл улеха харахит ум все идет за концом так как мы подпишемся в конце это значит так все и будет и шаббат шаббат закончился и это очень такой важный момент с одной стороны закончится шаббат мы заканчиваем у другой стороны начинается новая неделя это время она считается трудным для души тут душа она в шаббат она и было хорошо даже было нашим айтера вы было добавка к душе человеку сейчас это надо на улетучиться и поэтому немножко так тяжело есть сухим которым мы говорим что у нас они подбодрили и поддержали сухим такие давайте на них посмотрим тогда все будет более понятно написано но тела косы бы я до вымер то есть уже сразу берется стакан в руку в правую руку берется стакан с вином если нет вина сок если нет сок опять-таки можно взять пиво водку кофе ну лучше конечно виноградный сок и берется стакан и еще до брахи на вино говорится следующее говорится так хине келешуа сие втах вело и вхат заметив что написано кель написано алиф и огласовка цире две точки это как бы это говорится это бог поэтому мы говорим как что-то как написано алиф ламадом будем кель тут нельзя говорить просто такими бога да вот видно на келешуа те втах вело и вхат есть такое слово есть такое как бы частица эль к да как л л там бы другая за сухом буду голосовка сыголь там будет три точки обычные вот такие вот союза до маленькие они там и 33 точно допустим эль шель эль эд там везде будет сеголь все будет везде будете вы три точки себе точки то это не эль это имя ашема важно это разделить уже иногда из такие суки где непонятно что имеется ввиду имеется ввиду либо к ле или же имеется ввиду ашем бог вот так две точки на счет к бог а три точки это эль шель как и или это такой союз к так вот написано так и не или шуасе втах вело и вход ки о зи визим раз я а всем били ли шуа такой пасук как это понять и не как мы говорим как приглашаем вот келешуа си бог спасением и его слова и шуа повышу она очень часто встречается если имена которые не пошли и ушуа так далее и шуа ну вот допустим у меня написано в переводе спасения как будто спасение вот давайте попробуем разобраться поточнее что такое слово и шуа видно коренные буквы есть буква шин есть буква айн эти буквы они встречаются в слове шаа что такое шаа пару примеров приведем написано в книге книги берешей помните история про эвеля и каина эвель и каин приносят жертву богу эвель приносит вот скота своего каин вот плодов земли и написано выше а всем эль эвель вель минха то эль каин применят меха то лоша там до стол встречается выше в и шан весна вы и шан ют шин айн про как вот у нас как слова ешуа ют шин айн вышла там дрянь и там имеется ввиду что как будто ашем он повернулся к жертве эвеля а к жертве каина он не повернулся он ее отверг среди что ша а это как будто когда шинка буду поворачивается поворачивается надо раз на знаем слово слово ша а до используя слова ша маша маша а сколько время то есть шайдер будет час да то есть тоже часы часы стрельки крутится это путь и поэтому это слово ша а вот мы говорим тоже в шмана и сам лица шмана эсра перед мудима нах нулях мы говорим ратцы ашем элюкейну бам хай сраэль в лес вилла сам и тоже 100 сразу самое самое слово ратцы ашем элюкейну бам хай сраэль да пусть ашем будет как бы мы будем угодно нашему улитвилатам шэ то есть ашем обратись к молитве израиля то есть обратись да повернись обратись это слово и шуа ша а это вот корень если что много таких мест и встречать слова ша то есть и мы что и шуа это как бы такая просьба что ваше к нам повернулся ну и помог нам спас нас да что-то сделал ша а это также буквы аса то сами буквы аса сделал то есть мы как бы просим машин повернись нам сделай что-то помоги нам это понятие и шуа так в общих чертах вернемся к тексту мы говорим так и не келещу аси втах веру и вход да бог спаситель мой спасение мое и втах я буду верить в него они и втах буду по уповать на него и втах и решать и втах билл и вход и не буду бояться билл и вход пах от боязнь я не буду бояться потому что ашем он мне помогает в него я верю дальше ки ази визим раз к всем ки потому что ази ази это имеется ввиду оз тут это за юда на как бы добавочный ют бай чтобы удобрять ют в конце это это не то что это оз мой оз до ази ют в конце может намекать на меня показывает на первое лицо нет это не мой оз это ази просто ки ашем он оз визимра и оз визимрат кашем да вот это как бы ну как бы сила земра слова очень интересное знаем слова замар мизмор мизмор земра да все эти слова как бы пение песни ликование да но также есть еще слово змура это ветки деревом какая связь между двумя словами получается что песни и стихи и ветви одно-тро-слов буквально ну ветки дерева они переплетаются правильно не такие все вот туда-сюда они переплетаются и в такой песни или стих это тоже это такие строчки которые они моего переплетаются есть связь между строками да там рифма или более сложные правила стихов то есть ветки как бы в ветки к строчке они мясо как переплетаются как ветки дерева это понятие песни все получается вместе очень красиво как дерево так либо мы переведем как ашем он сила моя и как бы и восхваление ашема то что я воспеваю ашема пою для него восхваляя его или лиешуа это будет мне спасением опять слова ешуа или лиешуа либо можно перевести по-другому что земра лизмор лизмор это как бы это глагол это от ветки отрезать то есть как бы так ашем он сильный и он помогает мне воевать своими врагами он как бы он всех врагов моих с ног как подрезает я как приведу из только объяснение психида земра могу и педали запаски до земра кого-то мы всех мекатыргим всех тех на нам мешать мы всех их кокосим подкашиваем косить косить так как ветки с дерева лишние отрезать это два объяснения такие есть киаде визи мать и ашем ютки это одно имя нашим а ютки ютки ашем и ази визи мать и ашем вы или лиешуа он мне поможет дальше следующий пасук еще один пасук вышавте майм без сасон мименей а еще ва вышавте майм без сасон мименей а еще ва лишь ов это черпать в этом данном случае маймута касается воды мы воду как бы достаем из из родника ваша автемпы такой вот как черпать вышавте майм без сасон буду мы с радостью читаем черпаем откуда мименей а еще ва моя над родник 5-ки городе родник спасения когда человек он приходит к роднику он наполняется радостью сасон потому что перед ним вода холодная вкусная свежая вода она течет она не кончается можно промежать около около источника воды да все время будет вода что еще нужно ну хлебушка немножко можно так все все есть природа вода все отлично поэтому когда человек в таком положении когда он около источника воды чистая вода она все время течет она увидит что это добро ашема она не кончается человек наполняется радостью успокаивается все хорошо да ашем заботится о нас когда есть вода она течет то же самое есть такое сравнение так и шва ашема спасение от ашема она как как родниковая вода поэтому с радостью и черпаю я черпаю не воду черпаю и шва ташем так говорится муце шаббат после шаббата перед неделей следующей мы черпаем 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 и шва битахон башем и дальше ля шем а еще а опять таки опять таки слова и шва и шва ля шем ля шем и шва алим хабир кассе кассера видите вот вот и шабат постоянно игры слова еще обстанно и шва и шва и шва и шва почему потому что у нас есть такое ощущение что шва прошел не снимает ирана уделилась мы как бы остались одни рабочая неделя да как будто в шаббат был все так и так здорово да мы все были в синагоге трапезы стол а тут начинается новая неделя как все повернется непонятно поэтому ха хамбаса летит сухим чтобы все время чувствовали что ашем находится с нами и считается что как бы влияние с работа она продолжается на всю неделю ну или пока и на пол недели а потом уже влияние от следующего шаббата да и так и живет от шаббата до шаббата есть такое только понятие иудивший шаббат это можно праздновать не тестики иудивший который только пошла ты приходится на гугу иудивший шаббат а если шаббат который он просто ждет все время шаббата живет от шаббата до шаббата или шаббат вышавтимаем басасон мемене га ищува ля ашема ищува а ламха вирха сейха села вирха ашема на народ твой и дальше опять псукин который все начинается слово ашем цвакот иману ашем цвакот он с нами иману безгавлану безгав как крепость безгавлану и люкей яков села безгавлану и люкей яков села дальше ашем цвакот ашир адам бутыях бах ашир адам счастлив человек ашир эй швей бетеха счастлив человек ашир бутыях бах ашир адам бутыях бах бутыях опять который и верит в тебя которого есть бетах он к тебе ашир адам бутыях бах ашем уши я это уже просьба ашем уши я видите это уши я тоже как был его лишь я это же просьба ашем спаси нас ашем уши а мелех царь мы его называем я нену бьем курейн сейчас мы к нему взываем ему сейчас взываем и он нас спасет амелях я аныну ответит нам бьем курейн день когда мы к нему призываем и зовем амелях я аныну бьем курейн вот такие псу ким дальше следующий слайд да сейчас мы видим все то же самое вот все то же самое и дальше такое предложение даже есть предложение ашем уши амелях я нену бьем курейну и дальше что пишу дальше 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 пишут так люди им айса ора висимха ве сасон векар кент елана это уже пасух из могилат эстер свитка эстер там есть такой пасух для юдим айса ора висимха ве сасон векар надо сказать викар не вейкар многие очень ошибаются не вейкара викар в это и но если есть после в буквы ют то в и сливаются получается викар висимха висасон викар кент елана это уже добавка то есть какой пасуха нам тут привели ха хамим мудрецы из книги эстер сук такой людям риса ора висимха у евреев у иудеев были минут обычно айта то есть было потому что написано ура это женский род урану орда ор как бы свет ура свет что светится до висимха понятность х даже не буду переводить в сасон тоже радость викар икар это можно сказать как почет да как пишет в письме там дорогой мой друг это якорды карта дорогой ну я бы уважаю его почитаю нам говорю яка викар если это дрожа что и карта тфилин без дрожи просто послуг люди мои то ора висимха басон векар короче и время было хорошо времена эстер когда все прошло благополучно и позже повесили омана и вся то что все гнания закончились евреи победили вот тогда было большое веселье и мы просим что тоже нам было на такое ощущение кен и елану кенте елану опять в женском роде наверное методу симха ура симха кенте елану вот как было в те времена эстер такая большая радость кенте елану и опять таки у нас в руке находится стакан с вином мы не забыли еще про это может она пролилась это только бараха ничего страшного и мы говорим кос еще ос и са стакан стоит приподнять коз еще от и са то есть кос этот стакан который у меня в руке кокос еще от 5 слова и шва коз еще от и са приподниму выше машем икра после счет са писать за сет у вашем машем икра и провозглашу именем творца то есть чашу спасения подниму и имя богу призову опять таки мы живем творца чтобы он оставался с нами исходе субботы это такое предисловие к барах от который говорится на вдали а что говорится на вдали давайте посмотрим что говорится брах от челя вдала какие-то проход есть три брахи минимум потом дальше продолжается эти нависаны сады ровдала и как картинка такая интересная и внизу написаны буквы которые можно прочитать как явные явные внизу слева написаны явные явные это аббревиатура это чтобы запомнили как делается кедуш из 3 брахи есть браха на вино если на на пряности благовения то есть какие-то такие травы пряные и есть вина есть браха нас на свет но на огонь на свечку огонь свечи можно запутаться как нам за что сначала сначала вино там сначала или может сначала надо чудо понюхать и сначала свечку зажечь поэтому нам дали такую подсказку явные ют это яйн бет это бы самим басамин браха бурим и не бсамин и неравдала нунгей неравдала и видим на картинке стоит стакан для вина потом стоит такое с флажком это там обычно так вот бсамин открывается и там есть бсамин что такое бсамин это может быть и как это гвоздика она такая пахучие долго временно пахнет или там может быть кинамон как корица корица или там другие пряности теперь аж кинозим они на все говорят одну браху бурим и не бсамин не разделяя хотя по идее есть разные есть а цепь самим из деревья которые вкусно пахнет есть а свейп самими стравки разные которые благоухают чтобы не запутаться рома постановил говорит на все бурим и мэн и псамин и третье там была картинка это поставка для свечи ведь это поставка такая интересная то свечка явно не круглая какая такая продолговатая но это все понятно все знают это такая плетеная свеча что было минимум два пицеля окей и этот значит это садобро ход явно я им самим неравдала и давайте посмотрим что же мы говорим каким грим проход а вот опять-таки картинка вот мы уже налили налили бокал вина там есть какие-то такие красивые интересные по самим стоят и свечу даже свечу уже зажгли свеча говорит все хорошо и первое брако на вино просто берем правую руку берем бокал вина и говорим баруха ташим или кинами лихо ламбур и приа гофен но не пить пока не пьем пока не пьем каждым еще несколько брахо ты только потом выпьем сразу будет 2 браха значит берется опять в правую руку берется минер самим а бокал перед можно передать в левую руку если левый бокал вина а правыми им самим почему потому что все время браха говорит на правой руке так и кажется в каждый день чем уходим скушать берем в правую руку яблоко и говорим браху и откусываем на нас надо держать вещь правую руку на которым грым браху так мы взяли теперь и самим то что у нас есть каких-то травки что у кого есть мята все что угодно чтобы что-то вкусно пахнет вопрос вкус вкусный ибраха баруха ташим элиокейну мели хау лям Буре Миней Басамим, который создаёт разные виды Басамим. Почему мы говорим Бархуна Басамим? Потому что в душе тяжело мути-шаббат. Ей было хорошо раздолье, столько молитв, столько торы. А тут начинаются дни и дни, душа как бы не по себе, она немножко даже больная. Считается, что человек немножко болеет мути-шаббат. Поэтому этот запах оживляет, продаёт жизнь и вылечивает больную душу, её успокаивает, даёт какую-то подпитку самим. Душа, она же бестелесная, поэтому для неё лучше всего тоже влияют на неё какие-то такие вещи бестелесные, то есть как запахи или музыка. Поэтому в мути-шаббат есть очень много нигуним, которые поются. Почему-то мы этого не делаем, не знаю почему, но если возьмёте седур, то в седурх есть очень-очень много песен именно на мути-шаббат. Вообще больше всего песен находится именно в мути-шаббат. Не в шаббат, не трапезный, не первая, не вторая, а в мути-шаббат больше всего песен. Почему? Потому что это время, когда на самом деле трудно очень резко из шаббата перейти к работе. Это трудно, поэтому хочется посидеть, спеть что-то для души, песни для души. И тот же самый запах, он очень ховляет на душу. И это второе благословение. И третье благословение, о котором мы говорим, ещё не выпив вина, это на свечу. Свеча должна быть не просто, а видеть там больше, чем один фитиль, два и более. И более, чтобы было как будто как вука, как будто как костёр. Баруха та Ашем элё кен мэле хаулям боре меорей аэш. Боре, который создал меорей аэш. Эш, который светит. Меорей аэш. Факел, подсказывает факел. Да. Почему это Барха говорится? Ну потому что вообще не было огня до шаббата. Та Ашем создал весь мир за шесть дней, и был создан человек на шестой день. И всё ещё не было огня. Как бы жили без огня сначала. Потом в Замуте-Шаббат был создан огонь. Есть разные традиции, как это было. Может быть, первый человек, он взял два камня, потёр, и появилась искра, и появилась огонь. Как это случилось, как будто делали так первовидные люди. Да, на самом деле, первый человек, он так и сделал. Он взял, потёр два камня, и получился огонь. Есть другая версия, что Ашем сам создал огонь, и как бы включил его, да, внёс его в этот мир, включил огонь, и показал его первому человеку, он увидел огонь, и вау. Он, напротив, обрадовался, что есть огонь, он понял, что это здорово, это светит, это тепло. Он поставил к нему руки, так погрелся, и сказал Барху. Это Барху сказал. Баруха Ашема, спасибо, что это сделал огонь. И мы тоже, когда говорим Барху на огонь, мы тоже руки подставляем. Сначала можно подставить так, потом подставляют, показывают ногти. Ногти, они всё время растут, да. Как бы санчик, он может уже не расти. Ну, там уши тоже растут, говорят, всегда. Но ногти несут сильно, да, и поэтому мы хотим тоже всё время расти, да, продвигаться, показываем ногти. Но есть ещё разные объяснения от нас, скрытые. Это Бараха на Эш. И после этого уже мы говорим, сам текст конкретно Авдалы, что Баруха Ашем, ты разделил между шаббатным днём и будничным. Говорится так, Баруха Ашем, который разделяет, Бен Кодеш лихоль, святое, хол это будничное. Бен Ор лихоших, светом и тьмой. Бен Исраэль леамим, народом Израиля и другими народами. Шаббат дан только народу Израиля. Поэтому мы говорим, что Баруха Ашем, что есть такое разделение. Бен Йомашви'и ле шешет и меа маасе. Между седьмым днём и шестью днями обычной работы. И в конце Баруха Ашем, ам авдиль бен Кодеш лихоль. И теперь можно сесть и выпить бокал вина, и после этого не забыть сказать благословение после вина. Заметим, что эту Баруху, которую ам авдиль, на самом деле мужчины уже говорили в синагоге. Когда они пришли в синагогу на Маариф, там в Шмунаэсре, в Тфятамиде, это было уже включено. То есть там, где есть Баруха о познании, Баруха Ашем, ахонен ладамдаат, вот туда уже вставили Баруху на Авдала. Там мы уже разделили. Женщины просто говорят такую фразу, Баруха мавдиль бен Кодеш лихоль. То есть после Шабата мы уже хотим начать работать, хотят много делать, свет выключить, включить. Короче, работа, обычная работа. Так как же нам перейти, как же нам выйти из Шабата? Мужчины выходят на Маариф, женщины говорят фразу, Баруха мавдиль бен Кодеш лихоль. Тоже мужчины могут это сказать еще до Маарифа, и тогда как бы не считать, что они уже вышли из Шабата и могут приступать к будничным дням. Некоторые говорят три раза. Баруха мавдиль бен Кодеш лихоль, Баруха мавдиль бен Кодеш лихоль, или Холь, да? Смысл такой же, что Баруха, который разделяет между Кодеш и Холь. Вопрос такой, вопрос, почему эту бараху мавдила поставили именно вот в благословение четвертое про даат, про познание. Атахуна льадам даат. Почему именно там? Дело в том, что для того, чтобы понять, что есть Шабат и есть Святость, нужно то, что называется анбисин цехель. Анбисин цехель. Нужно немножко понимать, что есть Святое и есть не Святое. То есть нужно как-то подразделять. Поэтому вставили эту бараху там, где Атахуна льадам даат. Ты дал человеку разум, способ познания. Там мы просим Ханейн, Мидха, Хохма бенавадат. И там же мы вставляем вставку на Афделла между Шабатом и будничным днем. Ну вот, как бы мы, так сказать, вернулись в будничный день. Потом гасится свеча. Говорят, что не стоит свечу задувать. Просто нужно ее залить оставшимся вином и там погасить. если только понятие хейбу в митцва или хабе в митцва. То есть мы любим митцва, поэтому многие потом этим вином, на котором было сделано кедуш, там где свечка была задушена, этим вином потом протирают глаза. Некоторые говорят псуки. Митва за шембарам и рас и наем. Есть много-много разных традиций. Очень трудно охватить все, но мы это как бы сказали по минимуму. И теперь мы как бы вернулись в будничные дни. Опять-таки это возвращение оно не простое. Это можно подобить, как, знаете, когда вот возвращается корабль космический возвращается на Землю, в атмосферу. Это момент очень опасный. Очень опасный. И потом космонавты они когда прилетают, они вот такие вот сядут, обессиленные. Да, они как бы вернулись и вернулись на Землю. То же самое и здесь. Как бы это вторжение в будничные дни, оно тронуло таким постепенным, плавным, очень правильно приземлиться после подшабата. Ну, это в случае если мы, конечно, взлетали в шаббат. Надеюсь, что у нас получится в шаббат и взлетать высоко, и приземляться, и подать Ашем. Дальше продолжим изучать молитвы. Всего хорошего. Кольтув, шаббатув. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok